Айсу готовится поднять возрастной ценз для участия в международных стартах. Что это? Желание спасти юных фигуристок? Чем лучше прыгаешь, тем больше побеждаешь. Яркие победы юных фигуристок из группы Этери Тутберицы больше никого не умиляют. После Олимпийских игр и чемпионата мира в 2018 года все чаще раздаются призывы установить новое возрастное ограничение в женском катании, чтобы разделить соревнования для девочек и девушек. Разберемся, хорошо это или плохо для самих фигуристок и российского спорта. Дискуссии о возрастных ограничениях в фигурном катании непрерывно ведутся с 80-х годов прошлого столетия, то затухая, то вновь набирая обороты. В 1996 году, когда на пике были совсем юные американки Тара Лепницкий и Мишель Кван, впервые было принято решение вести возрастной ценз, установив минимальную планку на уровне 15 лет. Впрочем, до 2002 года оставалась одна лазейка. Призеры юниорских первенц мира могли быть допущены к участию в возрастных турнирах. Впрочем, после Олимпиады в Солк-Лейк-Сити это правило убрали. Согласно действующему на данный момент регламенту, выступать на взрослых соревнованиях, включая Олимпиады, Чемпионат мира и Европы, а также этапы Гран-при, можно только с 15 лет. Практика последних лет показывает, что 15 лет – возраст пика для многих фигуристок. Строение тела совсем еще юных спортсменок позволяет им выполнять прыжки в 3, а теперь даже и 4. Оборота увереннее и чище, чем девушкам, уже преодолевшим период взросления. Спортсменки в 16-18 лет быстрее набирают вес, чем наращивают силы, поэтому зачастую прыжковая техника теряется. А система оценок в современном фигурном катании ориентируется главным образом на прыжки. Так что, чем больше и лучше фигуристка прыгает, тем больше у нее шансов на победу. В силу физиологии фаворитками зачастую становятся совсем юные девушки. Юлия Лепницкая выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Алина Загитова тоже в 15, Евгений Медведев впервые победила на чемпионатах мира. В 16 все эти девушки одержали главные победы и покорили сердца болельщиков по всему миру и со всеми еще нежном возрасте. А посмотрите на результаты недавних чемпионатов России. Среди прорезеров вы увереннее увидите немало незнакомых фамилий. Пока незнакомых им просто рано ехать на международные старты.